Сегодня 27 августа. 27 августа 1893 года из Москвы в Самару по железной дороге доставили колокол. Весил он 880 пудов. Его для строившегося кафедрального собора заказал самарский купец Давыд Кириллов. Через несколько дней при большом стечении народной он торжественно был поднят на колокольню кафедрального собора. Ровно 120 лет назад, 27 августа 1900 года, в доме Юрина на углу Троицкой и Симбирской, сегодня это улица Глокционовская и Ульяновская, открылась так называемая прогимназия, то есть неполная средняя школа. Она стала вторым в Самаре женским учебным заведением. Среди почетных гостей на открытие присутствовали купцы и меценаты Шахабалов и Субботин. Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. Профессиональный праздник кинематографистов и праздник всех тех, кто любит и ценит художественные фильмы отечественного производства. В 27 день августа на свет появились многие выдающиеся личности. В их числе советский оперный певец, солист Большого театра Александр Огневцев, советский актер, театр и кино театральный режиссер Владимир Андреев, советский российский космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев и другие известные люди. Народный календарь 27 августа вспоминает Михея Тиховея. Наши предки говорили, Михея в день успенский пост кончает, осеннему мясоеду навстречу идет, вовьем летом бурей ветром перекликается. Это все, что мы успели вам рассказать про 27 день последнего месяца календарного лета. Хорошего настроения и всего вам только самого доброго!